Здравствуйте, драгоценные мои друзья! Ну что же, сегодня 22 октября 2024 года от Рождества Христова и наша с вами традиционная рубрика «Новости хреновости». Итак, что же? Что же река времени проносит мимо нашего с вами пристального мистического взгляда? Ну что же, друзья мои, больше хорошего или плохого? Пока, друзья мои, по нашей речке, извините меня, проплывает очень много дерьма. Как вы понимаете, дерьмо не тонет, оно плавает. И вот оно плавает и плавает. Думаю, когда же поставить какие-то фильтры очистительные, чтобы прекратилось это? Ну, возможно, наш мистический взгляд поможет убрать этот мусор из потока времени. Ну что же, друзья мои, что же? Сайты судов в России не работают уже две недели. Зловещие хакеры каким-то образом взломали и заблокировали сайты судов. И могут, я не знаю, то ли просто блокировать, а может могут писать какие-то непристойные вещи, обзывать этих святых правосудий, которые сидят, важные персоны, а им там пишут непристойности какие-то. Ну, в общем-то, сайты судов заблокированы. И судьи вынуждены от цифровизации переходить с электронной почтой на аналоговую. То есть писать письма по старинке и отправлять их почтовыми голубями. В России вторую неделю не работает информационная система судов. Проблемы пользователи отметили 6 октября. На следующий день сайты легли по всей стране. Сбой в работе государственной автоматизированной системы правосудия вывел из строя платформы федеральных судов, мировых судей, личные кабинеты работы судебной системы, а также интернет-телефонию арбитражных судов. Не работают и электронные ящики. И, значит, до сих пор этот сбой не устранен. Ну, друзья мои, вот он цифровой мир. Вот, значит, цифровой рубль. Да, тоже, друзья мои, введут они. А какие-то злодеи, или, может быть, не злодеи, скажут, нажмут кнопочку и скажут, все, было ваше, стало наше. Так что, друзья мои, лучше всего надежное слово, да, там, письмо, письмо возвращается. С одной стороны, конечно, плохо, что суды заблокированы, а с другой стороны, всем нам урок, и судьям тоже, что их цифровые платформы крайне ненадежны. И, ну, во всяком случае, надежды на них нету. Ну, а правосудие пусть знадет. Пусть еще что-нибудь. Лучше штрафов добывающие промышленности. Эти камеры в какой-то момент накернятся, и вышлят штрафы, а штрафуют не тех, кто ездит за рулем или еще что-то, а перешлет эти штрафы, знаете, какому-нибудь этому всем членам Государственной Думы. Придут такие бешеные штрафы, да, с их номерами, там, я не знаю, там, с отпечатками, да, фейс-контроль, вот это вот, опознавание по лицу. Пусть всю Госдуму объявят в розыск. И полицейские собьются, так сказать, арестовывая этих граждан, сказать, ну, все, электронный разум не может ошибаться. Вы находитесь в розыске. И начнут паковать вот этих законотворцев. Ну, бывают ошибки. Ошибки есть ошибки. Кимерские шахтеры прекратили голодовку. Работники шахты Инская прекратили голодовку из-за невыплаты зарплат. До этого они объявили эту голодовку публично в информационном пространстве, потому что им задерживали зарплату больше 4 месяцев. И вот они объявили голодовку, и через несколько часов эта голодовка была прекращена. Потому что зарплату так и не выплатили, но, во всяком случае, были достигнуты какие-то обещания. Даже в письменном виде. Видимо, какие-то тузы приехали и, значит, дали гарантии. Деньжат привезли сразу, и вся проблема была бы решена. Все, люди получили заработанные деньги и пошли к своим сеньям, да, по домам спокойно. Ну, нет, им дали письменные гарантии. Ну, я бы, честно говоря, друзья мои, таким гарантиям не доверился. Такие гарантии, таких друзей за хобот и в музей. Поэтому я бы не доверял. Значит, а что же здесь? Акцию по отказу от еды шахтеры закончили спустя несколько часов после объявления о ней. По его словам, горнякам пообещали выплатить зарплату, которую задерживают уже больше 4 месяцев. «Достигли некоторых договоренностей, так как на слово мы уже не верим, то попросили честное слово заверить письменно», рассказал, значит, руководитель этой акции. Ну, и, значит, в голодовке, в этой часовой голодовке участвовали 12 человек, и, в общем-то, они прекратили. Выплатили, выплатят ли им деньги или нет, друзья мои? Ну, не знаю. Этим гражданам я бы не доверял. Итак, суд оштрафовал певицу Глюкозу, это ее псевдоним, оштрафовал ее за совершение административного правонарушения. Она находилась в здании аэропорта Шереметьево в наркотическом состоянии. Когда к ней подкатили правоохранители, они выяснили, видимо, вела себя неадекватно и отказалась пройти медосвидетельствование. Но выглядело как человек, который что-то употребил, так как, видимо, запаха алкоголя от нее не было, решили, что она в наркотическом обвинении. Составили административный протокол, и вот состоялось заседание, и суд назначил ей штраф в размере 5000 рублей. Итак, Чистякова Ионова Наталья Ильинична признана виновной в совершеннении административного правонарушения употребления наркотических средств или психотропных вещей без назначения врача. Ну, друзья мои, обидно. Уже не первый раз, помнится, когда там весной она типа то ли пьяная, то ли под наркотиками что-то такое выступала, и вот опять. Жалко, такая женщина, в общем-то, молодая, а Витя употребляет. Видимо, нервы, нервная работа у нее, поэтому поддают. Ну, лучше бы выпивала. Ну, конечно, не лучше бы, но все-таки, так как пьянство, мне кажется, менее травматично, тем более для молодой женщины. Ну, вот, беда бедовая. Итак, что же, взрывы и возгорания на спиртовых заводах. Сегодня ночью атаки зловещие, злые птички из-за границ нашей страны прилетели и прилетели в три, сразу три спиртовых завода. Ну, думаю, друзья мои, что это они взялись? Взялись, решили пьяниц российских взбудоражить? Что там, спиртовые заводы, вроде это не стратегические какие-то объекты, а не военные объекты. Но какой-то, видимо, с той стороны этот поборник общества трезвости сказал, ну, мы вам устроим, мы вас, так сказать, вы у нас завяжете с пьянством полностью. И начал давать координаты вот этих спиртзаводов. Так что, друзья мои, ну, худо-бедно, а не первые, кстати, не первые уже налеты на виноводочную промышленность. Как бы так магазины еще, виноводочные отделы не стали бомбить. Итак, жители Харькова, как раз оттуда, откуда летят эти злые птички, отказались выходить на работу из-за рейдов военкоматов. Облавы военкоматов проходят в Харькове, и, ну, уже мужчины боятся ходить просто на работу. Жители Харькова массово отказываются выходить на работу из-за массовых облав со стороны военкоматов, сообщили, между прочим, украинские СМИ. Не это, не, так сказать, не наши, не местные. Значит, в Харькове сотрудники различных сфер, включая станции техобслуживания, отказываются выходить на работу из-за облав со стороны военкоматов, известных как зловещая аббревиатура ТЦК. Это бывает такой, вот, какой-то тараканий язык. Что у нас, что там? ТЦК. Ты откуда? Я представь, я комиссар ТЦК. На тебе ворвало сразу. Ах, ТЦК, ну, получи, получи свин... Ну, друзья мои, нет, ну, в общем, я не люблю никаких военкоматов, но и ТЦК, мне кажется, козлы. Майсовые рейды проводят к остановке деятельности многих предприятий или организаций. По словам одного из местных блогеров, ситуация углубляется тем, что без ремонта остаются автомобили вооруженных сил. Работники не уточняют конкретные причины отказа от работы, но в соцсетях активно обсуждаются облавы военкоматов на предприятиях города. Кроме мастеров станций техобслуживания, на работу не выходят грузчики, курьеры, сотрудники фастфудов, работники компаний по ремонту окон и дверей. В списке отсутствующих на рабочем месте также подменяются сантехники и таксисты. Ну, друзья мои, вот оно зловещее, вот это вот государственное ермо. То есть, охота на мужчин. То есть, в конце концов, получается, ну, останутся только женщины. И у нас тут, так сказать, в Россиюшке будет страна бабская. Ну, и, так сказать, в Украине тоже, похоже, дядек-то всех, кто разбежится, кого по это ТЦК поймает, кого еще что-то. И останутся одни женщины, которые, вот, а к ним приедут 34 миллиона китайских женихов, которые уже прямо ждут, не дождутся, когда только выезжать. Ну, друзья мои, как сказать, в общем-то, плохи наши дела. Охота на мужчин происходит. Ну, во всяком случае, честно говоря, я сочувствую жителям Харькова, мужчинам Харькова, которые вынуждены, ну, не могут по своей земелюшке свободно ходить. Ходить на работу, зарабатывать деньги для себя и для своих близких. Потому что существуют зловещие какие-то морды ТЦК. Это он в своей стороне, находясь не в розыске, вынужден человек там на работу бояться. То ли ты пойдешь на работу, тебя хлопнут, то ли не хлопнут. Ну, друзья мои, до чего дожили, до чего, так сказать, довели наши народы. Итак, Минстрой хочет сократить количество парковок около жилых домов. Параметры парковок будут зависеть от объектов строительства дорог и позволят возводить многоэтажные здания с минимальным количеством парковок. Ну, что можно сказать про Минстрой? Суки вонючие, вонючие мерзавцы. Итак, проблема с парковками, то есть сейчас, когда в общем-то, если раньше автомобилизация была там не очень сильной, то сейчас, как бы, место возле дома, ну, это все-таки законное. Нет, они хотят суда, чтобы все платное, что все за деньги, что просто так вы машину свою не могли оставить. Сделать минимальные парковки, а все вокруг оставить платным, чтобы люди не могли спокойно жить. То есть, Минстрой, козлы вонючие. Значит, дефицит сливочного масла. Масло стало дефицитом сливочное и растительное тоже из-за какого-то неурожая масленичных, из-за того, что молочные ингредиенты подорожали. И сейчас даже воровство масла в магазинах. Во-первых, пачки масла стали резко уменьшаться. Вот что, друзья мои, я заметил. Сейчас уже вот такие вот пачечки. Я не знаю, там раньше было там 250 грамм, потом там 200, 190, 180. Сейчас там, по-моему, 130-140 граммчиков уже пачка, а цена такая же или больше. А сейчас во многих магазинах масло уже стали не просто это, а вот там, где икорка хранится. То есть, в таких боксах пластиковых, чтобы просто в кармашек его не засунуть и не унести. Видимо, масло стали воровать. Ну, друзья мои, дожили. Масло стало дефицитом и стало уже продуктом таким роскоши. Он ест хлебушек с маслицем. Ну, друзья мои, это значит все. Значит, какой-то буржуин. Значит, глава Банка России Эльвира Набиулина представит основные направления ДКП. ДКП тоже такие аббревиатуры. На 25-й год уже 19-го ноября во время выступления в Госдуме. 19-го, через месяц, считайте. Эля Набиулина, ой, извините, друзья мои, представит, что она собирается стырить у нас, граждан, в следующем году. Ну, друзья мои, слухи тревожные. На самом деле, слухи тревожные, что замышляют заморозить все средства на банковских депозитах. Типа, для нашей же с вами пользы. Чтобы мы, мы же дети неразумные, не знаем, как воспользоваться этим. Заморозить все средства на депозитах. А если, ну, чтобы вы только с их разрешения могли там минимум какой-нибудь снимать или слезно в банк с каким-нибудь прошением, что у меня там похороны, у меня свадьба, у меня негде жить, я копил там на квартиру, а теперь я не могу ее купить. Вы должны там с печатью, с подписью, там какая-то комиссия жильца доказать, что вы там, откуда у вас эти деньги появились. Только тогда вам, может быть, соблаговолят что-нибудь выдать. А так хрен, вся ваша собственность в государство виднее, а вы дети неразумные, и нечего, нечего копить. Ну, в общем, друзья мои, не знаю, как это будет, но слухи ходят, что нас с вами всех бомбанут. А те, кто хитрые, у кого, кто не держит свои деньги в банке, да, такие тоже под подушечкой хранят сбережения, им тоже, знаете, могут сказать, что и придет деноминация. То есть, ради нашей же пользы, для удобства, сделают новые купюры. А старые вы можете сдать, конечно, да, но можете сдать какое-нибудь ограниченное количество. Еще доказать, что это вы заработали честным трудом и заплатили с них налоги. Иначе, друзья мои, вам не обменяют. То есть, даже те, кто там хранит что-то под матрасом, будут со своими деньгами бегать и не знать, куда пристроить. Поэтому обуют всех. Все в один. Ну, кроме тех, кто у власти. Для них все поменяют, так сказать, по лучшему курсу. Ну, друзья мои, это все предположение, но что-то замышляет. Эля, видимо, свою фамилию в 25-м году явно оправдает. И такой последний хапок, последний рывок всех обуют еще на все сбережения. Ну, друзья мои, предположение, но, может быть, может быть и произойдет. Узкие джинсы у мужчин, путь к ЛГБТ, заявил член общественного совета при комиссии Госдумы по семье Элина Жгутова. Вот, блин, Элина Жгутова. То есть, не нравятся ей мужчины в узких этих, в узких брючках. Ну, мода есть мода, да, бывает в широких штанах. Там какие-то, помните, любера ходили в таких клечатых штанах широких, чтобы там в карманах можно было там кастет или пестик или ножик держать свободно. В узких брючках, как бы, да, пестик в кармане не спрячешь. Он там сразу будет выделяться. А в таких широких, я, честно говоря, тоже предпочитаю такие, ну, более эти, более широкие штанишки, да, там. И трусишки тоже, чтобы там, как бы, все было какие-то обтягивающие. Ну, друзья мои, но это, значит, если кто в обтягивающих джинсах или там трусах каких-то, или там в трико, это уже, значит, подозрительный элемент. Ну, кстати, вот, я не знаю, на женщин приятно посмотреть, да, вот смотришь, женщина идет, у нее джинсики обтягивающие, да, тоже, что ли, ЛГБТ. У них, друзья, кажется, вот я сразу подмечаю, вот смотри, какие фигурные формы, то есть, какая-нибудь там майка обтягивающая, тоже приятно, да. Вот я в этом вижу, ну, конечно, так, соблазнительные формы, совращая, взгляд туда притягивается автоматически. Поэтому у мужчин, да, то есть, она тоже уточняет, что мужчины в обтягивающих нельзя, а женщинам можно. Ну, наверное, Элина Жгутова тоже, наверное, ходит в обтягивающей там себе все, еще подложит какой-нибудь пушап там и ходит. Но, видимо, внимания она не привлекает и думает, блин, запарили эти, как говорится, ЛГБТшники. Ходят, ходят здесь это и от честных женщин внимания отводят. В общем, наверное, у нее свои проблемы имеются, проблематика. Россиян предложили обложить налогом на поездки за границу. Ну, блин, мало нам, друзья мои, налогов. Вы еще там не знаете, где бы стыли деньги, да, вот просто такие жулиманы. Выезжающих за границу россиян следует обложить сбором, который бы стал аналогом экспортной почвенной за выездной туризм, заявил президент Российского Союза туриндустрии Ильюша Уманский. По его идее сборы с покупателей туров за границу должны поступать в специально созданный государственный фонд, откуда в экстренных ситуациях туристы получали бы компенсацию. Ну, это мы уже слыхали, что нужны фонды, страховки, да, тоже, вот, на капстроительство, на капремонт уже все откладывают, со всех снимают эти деньги, а толку-то нету. И эти деньги уже, похоже, все истрачены. Их кто-то прибрал, вот такой же Уманский скажет, я ваши деньги сберегу, вы мне все отстегиваете на общак. А я, значит, там, потом, когда вам понадобится, когда вы попадете в тяжелую ситуацию, я вам, значит, помогу. Ага, да-да. Ищи дураков, ищи дураков, Илюша Уманский. Хочешь опять на старых этих объегорить нас, честных людей. Ну, в общем, друзья мои, вот они, вот они новости. Нет, опять все, что-то какое-то дребедение. Опять вот что-то нас хотят обмануть, хотят что-то заставить, там, вы в этих в узких штанах не ходите, вы в этом ходите, себе там такого цвета, вот, все нам впарить хотят. Все нас хотят вот объегорить, все деньги отнять. Все там заставить слушать каких-то идиотов. Ладно, были бы умные люди, но идиот на идиоте сидит и идиотом погоняет. Просто шизофреники, больные люди, как они во власть подникают? Я, друзья мои, поражаюсь. Вроде бы, там должны проверять какие-то справки, какая-то биография должна быть. Как не это, каждый из них, каждый второй шизофреник, какой-то преступник, да, там, с преступным прошлым. У самих там ни семей, ни детей, там наркоманы, алкоголики. Как вы там пробрались, такие ловкие ребята. Не иначе, как только бесы помогают этим людям просачиваться через все фильтры. Потому что, ну, я согласен, что порядок государства должно быть. Но почему во власть пробираются идиоты, психопаты и маньяки? Вот это загадка. И как их оттуда выбирать? Потому что если они туда пробрались, они уже держатся руками, зубами, попой своей, прилипают к стулу. Их вообще никакими силами. Они там на веках, прямо в бронзе сразу отливаются. Нужно что-то делать. Все, драгоценные мои друзья, пока, счастливо.